Культ поход Культ поход Вы знаете, нас ждет много всего, потому что такой беспрецедентный месяц декабрь, но он всегда несет какие-то, наверное, такие переживания, связанные с предвкушением Нового года. И надо сказать, что в этом месяце у нас аж 8 концертов, 8 выступлений. Ну, конечно, в первую очередь стоит отметить наши концерты уже традиционные в драмтеатре, где мы совместно с балетом будем представлять сказку «Новогодний щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Это концерты, эти, вернее, спектакли состоятся 9, 10, 11 декабря на сцене драматического театра. То есть вот уже практически, да? Ну, конечно, да, все очень близко. А это какие-то совместные проекты с драмтеатром? Вы знаете, нет, это совместные проекты, да, с школой балета, вот, и, значит, они проходят, в принципе, ежегодно, ну, и носят такой, как бы, характер таких, знаете, новогодних сказок, ну, для взрослых. Здорово. Вот, и это, мне кажется, что это очень интересно, потому что в драмтеатре, в принципе, сделано все, и, насколько я понимаю, он создавался как такой многофункциональный театр, да, там есть оркестровая яма, куда может поместиться симфонический оркестр. И эти концерты, вернее, эти спектакли, они уже традиционные, недавно был Лебединое озеро с солистами из Нижнего Новгорода, вот, ну, очень хочется верить в то, что постепенно, постепенно, постепенно оркестр наш, шведский симфонический оркестр, он постепенно начнет занимать такие ниши, как и оперные, и балетные, потому что в городе нету оперного театра. Ни того, ни другого. Да, и вы знаете, что это, с одной стороны, это может быть и не очень хорошо, с другой стороны, это, наоборот, хорошо, потому что это позволяет оркестру развиваться совершенно в разных направлениях и полностью обеспечивать вот всю палитру, как бы, вот, все то, что связано с классической музыкой. Прекрасно. Какие еще события? Вы знаете, но из того, что для нас действительно очень важно, это то, что вот совсем недавно, где-то полгода назад в городе Киров приезжал известный велончелист Сергей Павлович Ралдугин, который является, помимо всего прочего, еще и художественным руководителем Санкт-Петербургского дома музыки. Это, в общем-то, достаточно уникальная организация, потому что в свое время она дала и продолжает давать дорогу многим молодым талантливым ребятам, вот именно путевку такую в жизнь, потому что они отбирают талантливых молодых исполнителей, дают им возможность сначала выступать в качестве солистов, затем в качестве солистов с оркестром и ведут их с помощью грантов, с помощью какой-то вот поддержки, в том числе материальной. Вот снимают с них многие хлопоты, вот, и курируют, курируют, да, и позволяют им вот через мастер-классы, через какую-то вот такую грантовую поддержку достигать очень больших высот, и многие из их подопечных, которых в свое время Дом музыки отобрал, многие из них становятся и лауреатами престижнейших конкурсов. И вот так получилось, что вот с этого сезона мы стали одним из партнеров вот Санкт-Петербургского Дома музыки, и мы запускаем такой новый, очень серьезный проект, который называется «Музыкальная сборная России», то есть каждый год совместно с Домом музыки мы будем давать четыре концерта вот в рамках абонемента. — Какое интересное название, «Музыкальная сборная», такие коннотации футбольные, спортивные. — Да, 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 «Музыкальная сборная России», да, потом, вот в Москве есть на базе Московской филармонии аналогичный проект, который называется «Звезды XXI века», они тоже достаточно часто приезжают, вот, и я думаю, что и с ними мы найдем возможность вот каких-то вот дальнейших творческих проектов. — Ну, по крайней мере, вот первый концерт состоится 14 декабря вот в зале Увятской филармонии в 18.00, и надо сказать, что вот тоже Сергей Павлович Ралдугин, будучи, в общем-то, известным музыкантом и таким очень серьезным меценатом, когда он был здесь, он спросил, чем вам помочь, вот, и директор филармонии Александр Александрович Гаврилин, он как бы выдвинул такую идею, что вот нам нужна валторна. — Валторна, это очень дорогие инструменты, вообще, если говорить о стоимости музыкальных инструментов, то это, ну, это такие деньги огромные, что, ну, это, наверное, тема отдельной. — Хороший, если иметь в виду хороший инструмент, да, качественный, настоящий, не, который вот ширпотребовский, так скажем, это разные вещи. — Вот, в частности, контрфагот, вот, который нам тоже, как бы, очень нужен, он стоит 8,5 миллионов. Изготавливается два года, вот, а, в принципе, вся палитра музыкальных инструментов, которая, как бы, для начала, в которой нуждаются симфонические оркестры, это примерно 65 миллионов, просто чтобы вот для такого, для сведения. — Ну, вот, что касается валторна, то вот Александр Александрович, он, как бы, так намекнул Сергею Павловичу, что нам нужна валторна. И вдруг, вот, в сентябре приходят документы, что вот выбирайте какую. Причем там валторны самые-самые совершенные, и вот я тоже консультировался с коллегами, там, из ведущих оркестров, они сказали, ну, это вот инструменты, на которых играют, вот, ну, самые выдающиеся мастера. Вот, ну, мы выдали, мы просто выбрали, показали пальцем на какую. — То есть нам ее подарят, да? — Да, нам ее подарят, и вручение состоится как раз-таки вот 14 декабря на сцене. — Как раз во время концерта. — Ну, да, да. — В городе этого, я думаю, надо прийти и посмотреть на валторна. — Забытие, мне кажется. А такое вообще было когда-то в истории Кирова, чтобы вот такие инструменты, скажем так, ну, в подарок получала Вятская филармония? — А у вас? — Скорее всего, что... — Три плюс два. — Ну, так. — Вашему же ансамблю вручили, да? — Ну, да. Дело в том, что это не подарок был. Это выделены были средства правительством Кировской области при непосредственном участии нашего губернатора. И действительно, у нас такой подарок был. Но это выделены средства, которые удалось, слава богу, реализовать. Это невероятно трудно за короткий период сделать, купить хорошие качества инструмента. И вот сейчас Илья Николаевич назвал сумму. У нас было гораздо меньше, на четыре или на пять инструментов мы купили. Миллион триста на пять инструментов, понимаете? — А что за инструменты-то, Александр Николаевич? — Можно уже приступить, да, к следующей части. Да вы великолепные у нас как раз инструменты, которые понадобились. Нам очень были нужны для выступления нашего ансамбля. Молодые ребята, три плюс два конкретно, они готовились на всероссийский конкурс. И вот тут очень, кстати, опять же, с подачи Гаврилина Александра Александровича, нашего директора, потому что это он вот так проявил такую настойчивость. Ну и мы купили домру малую, домру альт, балалайку контрабас, баян многотембровый концертный и еще один инструмент, балалайку для оркестра уже. В общем, нам крупно повезло, потому что это впервые, наверное, лет за десять. Когда-то было, да, купили Юпитер, когда оркестр пришел только в филармонию. Была покупка вот такого инструмента, совсем это, совсем... — Но потом не обновлялся, да? — Нет, очень-очень долго, к сожалению, да, и они ветшают. Есть инструменты, которые год от года становятся даже, ну, дороже, так скажем. Это хорошего, высочайшего качества скрипки, допустим. Есть домры тоже сделаны, или там при Андрееве, при основате, которые были очень давно изготовлены. — А почему они лучше становятся, интересно? — Ну, очень качественно сделаны. Секреты мастеров старых, понимаете? — Как-то самонастраиваются там, становится звучание лучше. — Да, дело все в том, что лучше резонирует то дерево, которое старше, потому что оно высушивается больше. — А, более сухое, да? — Да, и даже было... Вот есть истории, когда вот эти вот известные мастера, когда они лазили по чердакам, искали какие-то вот кленовые сухие балки. То есть они эти балки, как бы, естественно, делали, давали деньги на новую крышу. Вот эти вот балки они, значит, вырубали. Да, и просто со временем, ну, как бы дерево, во-первых, оно, когда вступает в резонанс вот со звуком, то меняется немножко его вот как бы структура молекулярная. То есть, ну, это очень действительно интересно, это очень сложно. Но чем, просто чем старше инструмент, тем, вот, допустим, дерево, да, дома строят, из которых вот они должны отлежаться сначала, потому что они должны высохнуть. — Ну, конечно, да. Аня, нам нужно сделать отдельную программу. Вот про каждый инструмент всех позвать, и музыкантов, и послушать, как звучат вот эти старинные инструменты. — Да, и вот это было бы очень здорово. Ребята бы наши пришли, молодые солисты, они бы показали непосредственно и проиграли. Может быть, я даже думаю, может какой-нибудь взять обычный инструмент и прям вот... — Сравнить, да? — И сравнить, да, реальное звучание, которое вот мы приобрели, и которые, на которых мы как бы всё время играем, которые сейчас... — Отличная идея. Я знаете ещё, что думаю... А, вот тот уникальный инструмент, который вы сейчас представите, 14-го, да? Я правильно понимаю? — Ну, вы знаете, что он не уникальный, он нормальный. — Потому как вы рассказываете, по крайней мере, то есть кировчане смогут прийти и услышать его. И можно каждый раз, когда у вас будут какие-то такие поступления, устраивать вечер филармонии. — Вечер презентации. — Презентация там какого-то... — Мне кажется, так обычно ведь и бывает всё равно во время какого-то концерта. Это если нам будут каждый раз что-то дарить, да? — Нет, вы понимаете, дело всё в том, что на самом деле, то есть это инструмент как бы... Вот это для обывателя, для обычного человека, да, но я имею в виду не связанного с искусством, да, то есть это действительно огромные, да, огромные деньги. Вот на самом деле это вот именно то, из чего состоит симфонический оркестр, из чего он должен начинаться, с музыкантов и с инструментов. Вот, эта Волторна, она просто пойдёт нашему музыканту, который играет внутри как бы оркестра, то есть там не будет какого-то специального представления. — Ну понятно, что вы не поставите его в углу в качестве музейного экспоната, конечно. — Да-да-да, вот, поэтому, вот, но, конечно, это очень хорошее движение, но вот просто для того, чтобы это всего лишь как бы один инструмент из всех 50, да. — А надо 50? — Ну, надо больше, потому что там надо считать, потому что мы сейчас собираемся и укрупнять симфонические оркестры, как-то так увеличивать его, вот, поэтому надо много. — Ну что, я предлагаю ещё к другим событиям обратиться, а то у нас время бежит очень сильно. — Да, спасибо. — Да-да-да, давайте мы расскажем об остальных событиях. — Только я перед тем, как мы перейдём к остальным событиям, всё-таки должна сказать, что возрастное ограничение той программы, о которой мы говорили, музыкальная сборная России, 12+, то Роскомнадзор нам АТА-ТА сделает. Вот, а сейчас мы перемещаемся немножко поближе, как бы, к сегодняшнему дню, да, то есть начало декабря. Я знаю, что есть события, о котором нам может рассказать Александр Николаевич, да, и есть события, о котором нам может рассказать Ирина. — С чего начнём? С Ирины, может быть? — С Ирины, давайте идём. — Вот знаете, что хочется отметить? Несмотря на то, что сейчас не совсем такое простое время, вы все видите, что филармония живёт, там такие происходят яркие события, и мы стараемся представлять нашим зрителям совсем разнообразные программы. У меня новостей тоже очень много. Я никогда не думала, что буду работать в филармонии, и так случилось в моей жизни, что сейчас я являюсь солисткой. Вот совсем недавно наше руководство филармонии отправило меня на международный конкурс профессиональных певцов в Чеченской республике, город Грозный, «Орфей-21 год», где этот конкурс посвящён памяти Муслима Магомаева. Мне пришлось состязаться с настоящими оперными певцами, и в моей номинации я была одна в эстрадном направлении, но мне безумно отрадно, что я получила диплом первой степени на этом фестивале, и, приехав сюда, в Киров домой, уже, конечно, плечи расправились. И в эту субботу я представляю новую программу, которая называется «Алла, и с нетерпением жду зрителя», чтобы ещё раз вспомнить прекрасные песни из репертуара Аллы Погачёвой. А, то есть Алла Борисовна, да, у нас будет 4 декабря? А вы как-то перевоплощаетесь в этот момент? Вы как-то вот, ну, смотрите, как она себя на сцене подавала? Или это, собственно... Или это ваше... Вот интерпретация. Мне хочется, чтобы ни в коем случае не было какого-то сравнения, потому что Погачёва, она одна такая, и изображать её, перейти в какие-то пародии не хочется. Ну да, вот, то есть это ближе получается. В этой программе будут те песни, которые касаются лично меня, которые находят отклик в моей... То есть это ваши любимые песни Аллы Погачёвой? Да, но они очень разнообразные, разных времён, и мне кажется, что зрителю будет интересно посмотреть, послушать. А какие это песни? Это «Эти летние дожди», «Улетает туча», «Опять метель», «Очень хорошо», «Расскажите птицы». В общем, песни разнообразные разных времён Погачёвой. А почему именно они стали для вас важными? Вы знаете, мы можем по-разному относиться к Алле Борисовне, но её песни, они всегда содержательные, они всегда глубокие, они непросты в исполнении, с большим диапазоном. То есть песни, которые можно не только послушать красивую мелодию, но ещё и вдуматься в смысл, о чём-то пережить. И Погачёва всегда, ведь она была той артисткой, которую, слушая любая женщина, понимала, что это песня про неё. И вот мне кажется, что это очень близко. Ну, вы хорошо очень сказали, что можно по-разному относиться к Алле Борисовне. Можно действительно по-разному относиться, но, мне кажется, трудно никак не относиться к ней. Это действительно вызывающее любую эмоцию любого возраста, наверное. Да, значит, в эту субботу, уже завтра, во сколько и возрастное ограничение. 12 плюс возрастное ограничение, а концерт начинается сейчас. В 17.00. В 17.00 точно. Отлично. Да, и 4-го числа ещё ведь одно событие, да? Да. Это вот Александр Николаевич нам сейчас расскажет. Сибдо. У нас тут где-то вот. Есть такая реклама. Вот она, афишка, я сейчас её покажу. Это просто я на трансляции нашим зрителям покажу, кто смотрит. А мы... Какие красавцы. Красавцы, да, действительно. Это вот начиная с 4-го и заканчивая 8-м декабря у нас в Кирове будет проходить первый всероссийский музыкальный фестиваль «Баян-парад». А-а-а. То есть это не просто один концерт, это целая серия. Да. Пока вот это два. Ну, может быть, с какими-то ещё там мастер-классами, с общением с музыкантами, с молодыми музыкантами наших гостей. Вот. И первый концерт этого большого события – это концерт дуэта баянистов СИП-дуо. Эти ребята были у нас уже. Это победители всех вот самых... Из Петербурга ребята, да? Сейчас они были из Новосибирска. А сейчас переехали. Сейчас переехали в Санкт-Петербург. Из сибирской столицы в Северную переехали. Да. И это просто выдающиеся исполнители. Они, ещё раз повторюсь, они были у нас. Играли и с сольный концерт, играли и с оркестром. Мы с ними делали уже две программы. Ну, просто высочайшего исполнительского уровня. Эти оба музыканта – Александр Сироткин и Андрей Бетюцких. Причём они не только вот играют, как в нашем привычном представлении, дуэт баянистов. Два человека играют только на баянах от и до всю программу. Они умудряются и почитать стихи, поиграть на других инструментах. Это такое уже, ну, как бы по-современному. Это шоу получается. По-современному, да. Это в небольшой степени. Это не значит, что прямо от первого до последнего номера вот мы всё в шоу смотрим. Нет, мы слушаем музыку. Причём музыку и классическую, и современных композиторов, и авторов, которые пишут специально для баяна. И просто завораживают ребята своей энергией, мастерством. Вот все самые престижные в мире, которые есть, конкурсы аккордеонистов, баянистов, они получили гран-при на них. И, ну, я просто в восторге от того, что мы ещё раз сможем полюбоваться, послушать выступления. Так, давайте сразу скажем, что это 4 декабря в 17.00. В 17.00 в Малом зале Вятской филармонии этот концерт состоится. А Алла-концерт, соответственно, в Большом. В Большом зале. Какое разнообразие. Не знаешь, куда. Так, на самом деле, вот и следующий концерт из этого фестиваля, это 8 декабря будет. 6 часов вечера. 6 часов, да, рабочий день, 6 вечера. К нам приезжает в очередной раз государственный академический ансамбль России. Имени Людмилы Языкиной, да? Имени Людмилы Языкиной, которым руководит уже много лет наш земляк. Теперь уже заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко. В ансамбль приезжает поучаствовать вот в этом фестивале. А не были у нас, Александр Николаевич? Или первый раз тоже были? Нет, нет, были. На сцене филармонии совсем недавно, в проекте, опять же, в нашем проекте филармонии «Земляки. Возвращение на ветку». А, точно же, конечно. И прекрасный был концерт. Дима сам поиграл, сам дирижировал, и его дети в качестве солистов, они тоже все музыканты. Ну, прекрасный концерт был. Вот, и в этот раз мы будем слушать ансамбль. И, поскольку в рамках вот этого фестиваля нашего Дмитрий Сергеевич везет, опять же, самых-самых последних победителей, опять же, престижнейших конкурсов мировых. К нам приедет солист Алжас Нурланов, обладатель Кубка мира 2021 года и обладатель первой премии Всероссийского конкурса музыкального. Это тоже один из самых таких важных конкурсов. А Алексей Панкратов — это Москва, аккордеонист. В этом концерте поучаствуют и наши солисты-баянисты Николай Кононов, Алексей Абашев. И Дмитрий Сергеевич предложил за пульт оркестра и мне встать, чтобы поучаствовать в этом концерте. Раз баян парад, я по образованию это тоже баянист, я, конечно, не буду отказываться. Воспользуюсь такой возможностью и подирижирую этим легендарным коллективом России. Так что приходите все, это будет очень здорово. В общем, 4 и 8 числа еще и баян в Вятской филармонии, причем сначала дуэт. Еще раз дам, хотелось бы заострить внимание, это сейчас, в настоящее время, это лучшие первые места в России, не только в России, в мире. То есть это не уникальная возможность послушать эти пленения? Да, что все вот свободно оказались, они так сраслочены, что они здесь, в Кирове. Ох, как сейчас обидно, наверное, тем, кто любит музыку, но у кого нет QR-кода, чтобы попасть на конце. Нет, это просто вот, ну, обязательно надо прийти, посмотреть на этих молодых, выдающихся исполнителей. Тоже 12 плюс возрастное ограничение. Мне кажется, наверное, у всех программ филармонических оно примерно такое, да? Еще раз напоминаем, это 8 декабря, это среда, рабочий день. И, соответственно, концерт начинается в 18 часов. И новогодний проект ведь еще у вас будет, да? То есть вы к нему сейчас готовитесь, как я понимаю. Илья Николаевич, вы расскажете. Ну, я расскажу, да. Дело все в том, что как бы много лет, вот где бы я ни работал, в разных концертных организациях, существует традиция новогоднего концерта. Это было вот и в капелле петербургской, где я 11 лет проработал. Это было и в Ульяновске, где вот последние три года я работал. Ну вот, 31 числа симфонический оркестр, ведущие коллективы, солисты дают такой вот новогодний концерт на встречу Новому году. И вот такое праздничное настроение, оно как бы плавно перетекает уже, наверное, за стол. А это, между прочим, вот это действительно новогодний. То есть он будет 31 декабря. 31 декабря в 5 вечера. То есть вот кто уже настрогал все салаты или не хочет, например, да, заниматься этим бесполезным делом, чтобы там заполнить холодильник, а потом неделю есть. Да, вы знаете, это очень, скажем так, это очень функционально, потому что, вы знаете, если вот салат Оливье, допустим, заправляешь майонезом и сразу ставишь его на стол, то он не такой вкусный, как его заправить, допустим, пораньше, и потом он должен отставиться обязательно, понимаете? Так вот, для того, чтобы его заправить и пойти на концерт, понимаете, соблазна не будет раньше времени залезть в холодильник, вот. Ну и как-то так еще и насытиться, потому что, понимаете, вот самое главное, вот везде, где бы я, опять же, не работал, эти новогодние концерты, они имели такой успех, что билеты очень часто уже раскупались в сентябре-октябре. Вот, но так как это новая идея наша, она, мы должны сначала понять, какой будет отклик, то совершенно счастливая возможность для многих купить эти билеты, фактически, там, по 300, по 400 рублей, хотя вот эти новогодние, вот я говорю, что я вот в Ульяновске, когда работал, мы продавали билеты, но, ну, начиная минимум от полутора тысяч, и они разлетались. Ну, это, в общем-то, такая распространенная практика, это же 31 декабря, 31 декабря, вообще-то, ну, как бы люди, которые работают, имеют право попросить за свою работу. Начать отдыхать, да, попросить за свою работу больше. Вот, действительно, сейчас мы думаем о наполнении, потому что, действительно, тут, понимаете, хочется сделать вот этот первый концерт, хочется сделать его как можно более интересным, таким, знаете, чтобы, потому что формат все равно мы будем оттачивать, потому что, вы понимаете, в каждом регионе своя публика, и кому-то нужно там больше классики, кому-то нужно там больше каких-то вот эстрадных вещей. Ну, вот я хочу сказать, что, допустим, это замечательно, когда те же самые там песни, те же самые Пугачёва могут быть исполнены там или ещё что-то, поэтому вот мы смотрим, потому что очень, допустим, в Ульяновске у нас, вернее, ещё задолго до меня был такой формат, новогодний концерт назывался «Прощальная симфония», когда вот у Гадина есть такая… Да, у Гадина есть такая прощальная симфония, да, когда тушат свечи артисты, они расходятся, там другой подтекст был немножко, а вот в Ульяновске они так вот прощались с годом. Вот, я пришёл два года, я, значит, противился, потому что, говорю, никакой прощальной симфонии, зачем прощаться, всё же наоборот. Потом меня, значит, сломали. Значит, прощальная симфония, но я сделал так, что эта прощальная симфония прозвучала где-то в первой половине, выключился свет, все разошлись, все хлопают, плачут, а потом тихонечко под звук треугольника оркестр в темноте выходит и начинается там фиррик, такой караван, Дюка Эллингтона, там ещё что-то, и вот начинается такое вот настоящее движение. Вот, поэтому, ну, посмотрим, что, знаете, мы не то, что… Я так понимаю, что для вас это такая импровизация тоже, да? Да, вы знаете, да, я бы сказал, что мы не просто, как бы, интригу сохраняем, у нас просто ещё ничего нету, вот. Ещё не придумали. Да, да, вы знаете, ещё не поздно, потому что впереди месяц, вот, как говорится, когда сдавать, да, сдавать 31 декабря, поэтому. Ну, это так, знаете, это я в шутку говорю, потому что тут, как бы… Ну, Дед Мороз и Снегурочка-то будут точно. Вы знаете, если долетят, да, если вот тут же недалеко, да, вот… Ну, от Устюга-то да. Да, ну вот, поэтому будем надеяться. Снегурочка-то, вообще-то, из Костромы должна приехать, но мне кажется, они в это время уже где-то, наверное, колесить по России будут вместе. Ну, да, на пути назад, да, залетят к нам, так что будем надеяться. Да, значит, мы сейчас пойдём на рекламу, после мы вернёмся и будем, наверное, уже разыгрывать призы, озвучим список призов. У нас сегодня много пригласительных в Вятскую филармонию, так что, послушатели, готовьте ваши телефоны 211-101. Культ Поход Илья Дерубилов, Александр Чубаров, Ирина Беляева в нашей студии. Говорим о новогодних и предновогодних концертах Вятской филармонии. И мы как-то так сразу, раз на 31 число, а на самом-то деле ведь всё начинается раньше. То есть у нас вот уже ёлка стоит в офисе. И Вятской филармонии тоже начинают не только 31 декабря отмечать Новый год. И ещё один новогодний концерт будет 25 числа, 25 декабря в 5 часов вечера. И это как раз концерт Вятского оркестра русских народных инструментов. Русский новогодний бал он называется, Александр Николаевич. Всё правильно? Так точно, да. Мы уже в течение, наверное, трёх или четырёх лет проводим такие тоже предновогодние концерты. Чуть-чуть раньше, не 31-го. Это у нас будет ещё раз. В радиусе получается, да? Повторюсь. 25 декабря в 17 часов, это суббота. На сцене будет приглашённый солист, ведущий солист театра Московской оперетты, Максим Катарев. Ну, музыка соответствующая будет звучать и оперетта, и музыка эстрады советских композиторов. Наши солисты обязательно выступят. Это и Николай Кононов, Алексей Абашев, Оксана Касимова, Никита Загузин, Константин Плюснин, балалайка, контрабас будет солировать. Ну, все, кто придут на этот концерт, получат огромное удовольствие и с отличным настроением. Я думаю, уже в предвкушении Нового года. А по предновогодней неделе, мне кажется, ни у кого, наверное, плохого настроения не бывает. Будут шутки, сюрпризы музыкальные. И мы, наверное, проведём опять, как уже последние три года, конкурс дирижёров среди наших зрителей. Это, вы знаете, так забавно всегда проходит. А что это такое? Ну, мы пригласим желающих из зрительного зала продирижировать одно из произведений. Мы обозначим его нашим оркестром. Так, подождите, а человек, который не имеет к этому отношения, никогда в этой сфере не работал, он сможет это сделать? Мастер-класс какой-то проведёте? Ну да, я покажу дирижёрскую палочку, скажу, как надо двигать руками. Мы сыграем кусочек, чтобы эти наши конкурсанты вспомнили музыку или имели представление, что им сейчас, какое произведение им надо будет продирижировать. И, вы знаете, вот выходят три человека, это всё естественно, и мы слышим, музыка звучит-то как бы одна, но мы слышим три разных произведения. И они тоже уже, зрители, выходят во вкус, и мы получаем удовольствие. И все зрители, это правда. Нет, но они хотя бы там это две четверти, три четверти могут показаться. Всё правильно делают, причём, вот чем второй, там третий раз уже проводим, тем всё изощрённее и богаче получается. Очень интересно. Так, всё, звукодежиссёр меня поторапливает. В общем, 12 плюс возрастное ограничение. И ещё один концертик я назову. 5 декабря, дорогие друзья, то есть это уже послезавтра, мы показываем, это воскресенье, мы показываем сказку «Конёк, горбунок». Это музыка и чтение гениального текста писателя, да, Ершова, по-моему, у нас сказка эта. В общем, приходите, и взрослые, и дети, все слушают с удовольствием и язык, текст, и музыку, которая сопровождает этот текст. А есть ли там возрастное ограничение? Не помню, но может быть 6 плюс. 6 плюс, да? Да, отлично. Звукорежиссёр мне сказал, остаётся 5 минут, уже, наверное, 4, поэтому мы, я предлагаю слушателям, давайте быстренько-быстренько вы будем отвечать на вопросы. Вот, у нас есть два пригласительных билета, я даже не знаю, куда пока, сейчас Александр Николаевич нам расскажет. Один из них на концерт СИП-дуо, на баянный дуэт. Четвёртое число. Четвёртое, и второй на концерт ансамбля России, 8 декабря. А, то есть как раз вот на баян-парад, на эти проекты мы разыгрываем, получается. А, да, ещё же у Ильи Николаевич. Два места, вот, поэтому вот есть два таких билета, приглашения. Бегом, бегом. Отлично, читаем остальные. Не будем читать остальные. Давайте мы филармонию сегодня разыграем, у нас 4 минуты осталось. Всё, отлично. Вопросы? Давайте вопросы. Значит, ну, что касается музыкальной сборной России, 14 декабря состоится концерт. Вопрос такой. Для тех слушателей, кто внимательно слушал наше выступление, какой музыкальный инструмент будет подарен Санкт-Петербургским Домом Музыки, Вятскому симфоническому оркестру на этом концерте? Отличный вопрос. 211, 101. Те, кто внимательно слушал наш эфир, они наверняка знают. Но если прямо вы не будете справляться, то мы, конечно, вам дадим возможность разные варианты выбрать. Да, это один из ответов, вы говорите 3. Да, да, да. Сейчас подождите, мы пока на внимание посмотрим, насколько внимательно нас слушатели. 211, 101. Неужели никто не знает ответа на этот вопрос? А тогда я себе билет сейчас заберу пригласить, да? Все четыре. Да, я думаю. Все четыре. Вы тоже можете участвовать. Так нечестно будет, мы знаем. Мы сидели, конечно, мы же слушали, мы слушали и даже себе там записали куда-то. Я прям для новостей уже даже отметила, что надо обязательно сказать нашим новостникам, чтобы они об этом в новостях рассказали. И молчание. Ну, может быть, следующий вопрос. Ну, давайте попробуем, может быть, действительно люди задумались. Может быть, какой-нибудь попроще, да? Да, да, давайте, Александр Николаевич. В этом году, в октябре месяце, наш ансамбль, концертный коллектив филармонии 3 плюс 2, русский ансамбль 3 плюс 2, выступил на всероссийском конкурсе и стал лауреатом этого конкурса. Какое место заняли ребята? Это вот сейчас надо быстро очень гуглить, потому что остается, я сейчас у звукорежиссера спрошу, сколько времени? Полторы минуты остается, подсказывает звукорежиссер. Давайте, бегом, бегом, бегом. Давайте, первое, второе или третье. Да, напоминаем, у нас... 211, 101. Два вопроса. Какое-то у меня предчувствие, что у нас проблемы с техникой сегодня. У меня тоже есть ощущение такое, потому что у нас никогда не бывало такого, чтобы в культпоход никто не звонил. Обычный телефон обрывается всегда. Так, значит, смотрите, тогда у меня следующее предложение нашим слушателям. Вот, я думаю, гости мне доверяют. Конечно. Мы сейчас проверим, что у нас со связью. Если телефон заработает, и вы знаете правильный ответ, тот человек, который первый позвонит, бегом. Здравствуйте. Алло, добрый день. Алло. Алло. Прием, прием. А вот человек нас не слышит, и мы его не слышим. Это я сейчас к звукорежиссеру обращаюсь. Да, его не слышно, и мы его не слышим, и он, видимо, нас тоже не слышит. Кладем трубочку и надеемся, что еще кто-то позвонится. В общем, это действительно проблемы со связью. Значит так, сейчас мы их починим, эти проблемы, и после этого у нас есть два вопроса. Мы выведем, ну, скажем так, я спрошу слушателей, если будет правильный ответ. Добрый день. Попробуем еще раз. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Да, Наталья. Вы знаете правильный ответ? Хотела помогать на инструмент, но пока... Давайте про инструмент. Называется на В. На В. Так, на В. Нет, на В. Так, давайте мы вам подскажем. Вторая О. А. А, Ва, Ва, Ва. Вау. Вау. Блин, зачем вылетела из-за... Да, ну, Наталья слышала... Дадим билет, Наталья? У нас... Ну, вы знаете, учитывая, что, по крайней мере, у нас есть первая буква... Знаете, 8 миллионов, сказали, стоит... Нет, нет, 8 миллионов, это другой инструмент стоит, на букву «Ф». Вот. А волторна, действительно, она стоит подешевле, но стоит ровно столько, сколько стоят все инструменты, вот, которые сейчас появились у народного оркестра, да. Да, значит, смотрите, все-таки Наталье приз мы даем. Конечно. Все, отлично, спасибо большое нашим гостям, нам надо сворачиваться. Наталья, я вам перезвоню, вы свою фамилию, пожалуйста, назовите продюсеры, я вам перезвоню. Я требую продолжения банкета. Все, мы заканчиваем, к сожалению, этот поход. Мне часто снится старый дом на мопрах, Лужайка от дождя совсем промокла, Там голубей держа, задира и бугай, Гроза района, хулиган, мамай. На берегу в пивной, Эх, было место встречи С друзьями по одной, Она ведь душу лечит, Там храма скромно скрыты, купола. Там мама ждет, хлопочет у стола, Там в коммуналке каждый день пустые ссоры, А я в Афган ушел в чужие горы. Вдали остались пьяный сброд, шалман, А здесь мне в сердце метит злой душман. Потом Чечня, тут ад, Я стал намного злее Моих ребят бойцов Спасти не всех сумели Кремля посланец, бодлый ренегат. На кон поставил смело жизнь солдат. Пусть боевой я генерал, Но что я смею, Одобрил пьяный президент Эту затею С нахрапом начал Паша Мерседес. Увы, в пою потом Не показал чудес. И вот остался я один В таком унылом мире. Хоть и в Москве живу В обставленной квартире, Но с детства храм над вяткою рекой Вселяет в сердце радость и покой. КУЛЬТ ПАХВОТ ПОЛЬТП ПОЛЬТП БУТП